Ну друзья, продолжим. Привет, с вами Зирько и МЛ Факты. Сегодня рассмотрим недавно измененный предмет Клинок Семи Морей. За 1950 голды мы получим плюс 75 к физической атаке и 300 здоровья, а еще пассивка Перемологи. Навыки уменьшат физическую защиту на 25 единиц перед повреждением и действует это все 3 секунды. Как это работает? Возьмем, например, Лисунцина и выстрелим вторым навыком в Зелонга, у которого 54 начальной брони без предметов. Остается 29 брони, следуя описанию 1207 урона за вычетом брони. И в течение 3 секунд после попадания урон по Зелонгу будет немного больше. Если мы применим ульту, начальное количество брони 54, конечное 29 единиц, а 3 секунды исчисляются после последнего удара ультой. Пассивка предмета не складывается, но эффект продлевается с каждым попаданием и 3 секундный счет идет после последнего попадания. Это значит, что 287 урона с ульты с учетом отнятой брони, и если вы в этот момент ударите противника, тот получит увеличенный урон. То есть любой урон ваш, ваших союзников и даже крипов, нанесенный в период действия ульты по Зелонгу выше, конечно, если в него попадает этот навык. Но много ли это 25 единиц? Если против танка, собранного в броню, особого прироста вы не заметите. Но у всех героев есть начальные показатели брони, которые и снимают клинок к 7 морей. В этом смысле, если у танка 500 брони, мы отнимаем 25 единиц, остается 475 брони. И существенно урон не увеличится. А вот сквишовому персонажу, у которого, например, брони 30 или того меньше, это нанесет больший ущерб. Этот клинок полезен всей команде, поскольку зловещий рыбь помогает только хозяину, хоть и преодолевает больше брони. Кому стоит собирать этот айтем, я считаю, что он подходит физикам с частым уроном навыками. Например, когда Хайбуса ультует, то на протяжении действия его ульты у противника снижена броня, и все союзники начинают наносить больше урон по цели, пока действует эта ульта. На этом все. Подписывайтесь на канал в ожидании следующих выпусков и ставьте лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok